Продолжение следует... А также развитие осложнений. Аллергические поражения слизистой могут характеризоваться как сезонным течением, в первую очередь провоцировать растительными и грибковыми аллергенами, так и круглогодичным в результате сенсибилизации факторами, постоянно находящимися во внешней среде. И тут стоит отметить, в первую очередь, группу другие. К сожалению, как это часто бывает в нашей практике, это могут быть лекарственные средства, это могут быть косметические препараты, моющие средства достаточно часто приходится встречаться, и самые неприятные – профессиональные факторы. Возможно, также эндогенная аллергизация. По поводу холодовой аллергии, в общем-то, вопрос немножко сложный. То есть, одно время считали, что ее вообще не существует, тем не менее, сейчас все-таки ее иногда выделяют и на практике достаточно часто отмечается утяжеление аллергической патологии, как при общем, так и при местном переохлаждении. И особо стоит отметить инфекционную аллергию. Это как может быть реакция на инфекционные агенты непосредственно, локализующиеся в тканях придаточного аппарата глазов первоочисленной мобильной железы, так и дистанционно. Инфекционные поражения других органов. Диагностика аллергических заболеваний иногда представляет значительную сложность вследствие чего? Во-первых, как вы уже все хорошо знаете, поражения переднего сегмента глаза сопровождаются сходной симптоматикой при заболеваниях самых различных органов. Возможно, очень интересный эффект диссоциации тяжелой клиники и практически отсутствие субъективной симптоматики, и наоборот, резко выраженные клинические проявления, иногда даже чрезмерно агравируемые пациентом, практически при отсутствии каких-то объективных признаков. И, к сожалению, приходится достаточно часто видеть диагностические ошибки. Вот диагноз конъюнктивит, у меня такое впечатление, он универсальный. То есть, человек отметил раздражение глаза, и если у нас нет никакой информации, мы априори ставим диагноз конъюнктивит. По нашему опыту, чаще фигурировал блефорит, хотя с патологией следствия тоже может сочетаться с синдромом сухого глаза. И, пожалуй, самое неприятное, очень часто была не диагностирована рецидивирующая эрозия роговицы. Острый аллергический конъюнктивит характеризуется, в первую очередь, стоит отметить, именно преобладанием отека и слизистого отделяемого. Здесь представлена картина выраженного химоза конъюнктива, в общем-то, при отсутствии отделяемого на относительно, вроде бы, спокойном глазу, потому что, в отличие от него, для аденовирусных поражений характерно все-таки преобладание гиперемией иногда очень резкой. Возможно, экстракулярные осложнения, лимфоденопатия и катаральные явления. Однако, стоит отметить, что практически любые поражения конъюнктива характеризуются снижением местного иммунитета и склонностью к развитию дополнительного бактериального инфицирования, как по сценарию коинфекции одновременного развития двух заболеваний, так и суперинфекции ее дополнительного наслоения. Блифорит является заболеванием достаточно полиморфным, компонентов в нем несколько, однако описана и в чистом виде аллергическая форма. Аллергическое раздражение век приводит к нарушению оттока из желез и изолированному поражению именно желез. Хотя аллергический компонент, естественно, будет фигурировать и при инфекционных процессах, и при демодекозе, и даже при дисфункции желез. То есть, на относительно спокойном глазу, если его понаблюдать, через какое-то время развиваются аллергические изменения слизистой. Патогенез обоих заболеваний, в общем-то, достаточно сходный. Развитие воспалительной реакции рано или поздно приводит к нарушению слезной секреции, как по механизму ее абсолютного снижения, по механизму повышенного расхода слезы, и по механизму нарушения состава слезы, который, пожалуй, самый неприятный, преобладатель эпидодефицитная форма. По поводу диагностических тестов, которые нужны при аллергических заболеваниях. Варианты разные. Если клиника предельно простая и понятная, у нас нет вопросов по наличию дополнительных компонентов и осложнений. В общем-то, достаточно клинического осмотра. Однако, в первую очередь, возникает вопрос именно по наличию дополнительного инфекционного компонента, потому что это резко меняет тактику ведения. Обычный бактериологический тест для диагностики инфекционного и аллергического конъективита мало применим из-за очень больших сроков получения результата. Генинженерная диагностика. Сейчас этот метод активно развивается, однако характеризуется, к сожалению, достаточно высокой стоимостью и пока, в общем-то, малой доступностью. Ну, конечно, скажем так, все впереди, и в ближайшее время он плавно будет становиться основным методом диагностики инфекционных заболеваний. Метод флюорестирующих антител, в общем-то, получил, к сожалению, малую доступность, хотя на практике он достаточно прост. Может быть реализован в любом диагностическом учреждении специалистом, который прошел непосредственно подготовку с работой с этой методикой. То есть профильное образование для выполнения этого теста не нужно. Особенно он ценен, придя в диагностике аденовирусной инфекции. Здесь представлены глаза, где, в общем-то, диагноз аденовирусной инфекции вопросов, казалось бы, не вызывал. Мы имеем монетовидную инфильтрацию роговицы. Однако возникает, в первую очередь, такой вопрос. Это у нас процесс завершился или он еще продолжается? Существует ли у нас дополнительно аллергическое и бактериальное инфицирование? Потому что эта методика предусматривает, помимо всего прочего, еще и морфологический анализ. На примере вот этого препарата хорошо видна выраженная инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами, косвенный признак микробного инфицирования. На этом препарате мы для сравнения показали картину активации герпетической инфекции. Это уже другой тест, это выполнялось с герпетическим диагностиком. Здесь мы видим остаточные признаки аденовирусной инфекции, сохраняющуюся гиперфлюоресцензу ядра клетки уже при полном отсутствии флюоресцензии, цитоплазмы. А вот этот слайд довольно интересный. Здесь картина, собственно, три в одном. Клинически это было вопросов, она, казалось бы, не вызывала. Типичная картина аденовирусного конъюнктивита. На практике обнаружена лейкоцитарная инфильтрация, умеренная выраженность гиперфлюоресцензии ядра клетки и характерны для аллергических реакций изменения клеток по типу баллонной дистрофии. Конечно, в данном случае более выкрашенным было бы морфологическое исследование, но это уже дополнительный тест и требует все-таки наличия морфологической группы и соответствующей подготовки. Хронические формы аллергического конъюнктивита характеризуются достаточно полиморфной картиной. Глаз может быть почти спокойным. Тут привлекает внимание только минимальная гиперемия слизистой. Здесь выраженный фолликулез по типу булыжного мостовой. То есть картина уже приближается фактически к так называемому гигантскому популярному конъюнктивиту. Здесь у нас клиника острого аллергического конъюнктивита с выраженной гиперемией отеком слизистой. А вот тут конъюнктивит смешанного характера. То есть на фоне достаточно заметных аллергических изменений имеются точечные геморрагии, клиника в смешанной форме, аллергически осложненная форма аденовирусного конъюнктивита. Рецидивирующая эрозия непосредственно к нашей тематике не относится. Просто хотелось бы о ней сказать два слова. Характеризуется определяющим фактором возникновения рецидива утром при первом открывании глаза. Вот это исключающий признак по конъюнктивиту. Конъюнктивит практически никогда не будет давать динамических эффектов. Раздражение глаза будет более-менее постоянным. Характеризуется или щелевидным эпителиальным дефектом, или точечным сформированием микровизику. А возможно также и оккультная форма, которая на момент осмотра не обнаруживается вообще из-за достаточно динамичного течения. Аллергические заболевания также могут давать осложнения. В первую очередь стоит отметить конъюнктивальное формирование рубцов и симблефорных. Это характерно в первую очередь для пленчатых форм конъюнктивита, то есть особенно для тяжелого течения аллергических реакций. Синдром сухого глаза, с одной стороны, является как последствием аллергического конъюнктивита, так и немножко предпосылка к нему. И его утяжеление может приводить к роговичным осложнениям точной кератопатии, кератопатии в виде клубочков, мечты кератопатии, а при тяжелом течении уже и к развитию непосредственно роговичной патологии. Формирование эрозии роговицы, язв. Причем язва может быть как трофического характера, так и инфекционного. Здесь представлена язва роговицы с дополнительным окрашиванием флюоресциином, развившаяся в результате обострения герпетического кератита на глазу пусковым моментом, где у нас явился аллергический конъюнктивит. Развитие краевых инфильтратов, как иммунного, так и инфекционного характера, и краевой меоваскулиризации по типу пануса. Терапия аллергических заболеваний. В общем-то вопрос, конечно, достаточно сложный, может быть даже до конца неопределенный. Естественно, определяющий фактор первый. Устранение источника аллергии, и при легких и неосложненных формах этой патологии, этого, как правило, достаточно. Когда мы можем, когда мы не можем это сделать. Если четко установлен аллерген, иногда пациент сам может сказать, я, к примеру, отреагировал на косметический препарат, или я пришел на работу, у меня там получилось обострение, я ушел в отпуск, у меня ремиссия, тут вроде бы все понятно. К сожалению, косвенным тестом источник аллергической реакции установить достаточно сложно. Постановка аллергологических проб часто дает как ложным положительным, так и ложный отрицательный результат, в первую очередь из-за того, что кожа и конъюнктивы реагируют по-разному. Иногда источник аллергии просто не может быть устранен, или это достаточно сложно. Мы на практике встречаемся достаточно часто с аллергическими реакциями на инсталляцию антиглукоматозных препаратов. И вот тут, конечно, большой достаточный вопрос. Иногда приходится препараты приостанавливать пациенту, давать внутренний диакарб, но через какое-то время к терапии приходится возвращаться. Группа выбора по борьбе с аллергическими реакциями – это препараты антигистаминного и мембранно-стабилизирующего характера. У патонол, кромогексала, лергодил стоит особо отметить, а патонол – это препарат фактически двунаправленный, то есть работает и как блокатор гистаминовых рецепторов, и как стабилизатор мембран тучных клеток. А вот что касается кортикостероидов, тут возникает вопрос по обоснованности их применения. То есть мы все-таки рассматриваем их как уже препарат второй линии. То есть базовая терапия все-таки это именно антигистаминные и мембранно-стабилизирующие средства. На неприятных эффектах кортикостероидов я остановлюсь чуть позже. При наличии блефорита используем гигиену ВЕК, в первую очередь инструментальный массаж ВЕК. Причем стоит отметить, что массаж обладает прекрасным эффектом на любые фолликулярные формы конъюнктивита за счет, скорее всего, стимуляции гемо-лимфодинамики. В общем-то методика достаточно старая, с 50-х годов применяется. Антидемодексные препараты, в первую очередь блефорогель второй. Иногда доходит дело до применения спиртовых препаратов, но тут возникает опять-таки вопрос из-за раздражающих эффектов и дополнительных аллергических реакций. Слеззаменители. Для чего они нам нужны? Понятно, что любое долго держащееся воспаление слизистой приводит к дисфункции желез, приводит к развитию повышенного расхода слезы и нарушению ее состава, то есть сухости. Это тут будет одним из ожидаемых осложнений. Во-вторых, применение слеззаменителя немножко дополнительно защищает слизистую от попадания аллергенов. Вопрос, конечно, немножко спорный, но исследования, зарубежные исследования, теми ли мы, были проведены. Однако стоит отметить, что из многочисленных слезымительных препаратов очень многие, к сожалению, сами дают сильные раздражающие, аллергизирующие эффекты. Так что лучше использовать относительно краткодействующие средства, натуральная слеза, катионорм, оксиал, которые, в общем-то, в этом плане достаточно безопасны. Антибактериальная терапия. Показана она при одном условии, если есть подтверждение или обоснованные подозрения к наличию дополнительного бактериального инфицирования. В первую очередь, антисептические средства. Применение антибиотиков мало оправдано. Почему? Во-первых, мы не располагаем данными о чувствительности возбудителя, мы их только через неделю можем получить, если получится культуральный тест. И, во-вторых, большая часть антибиотиков сами обладают дополнительным аллергизирующим эффектом. Их применение оправдано только при развитии бактериального кератита. Вот тут уже показания достаточно жесткие. Интерфероны и интерфероногены. В первую очередь, стоит отметить паудан. Почему? Казалось бы, в общем-то, основная направленность этих препаратов антивирусное действие. Однако это не совсем так. Применение паудана способствует активации цитокинового каскада, синтезу противовоспалительных цитокинов, уменьшению воспалительной реакции и развитию дополнительного цитопродуктивного и антифибротического эффекта. Второе показание к применению этих средств. Обоснованные подозрения в наличии дополнительного аденовирусного компонента, в первую очередь. Тут можно использовать октепол. Афтальмоферон – это препарат комбинированный, то есть интерферон с антиаллергическим средством. Вопросительный знак тут обусловлен тем, что он, к сожалению, довольно часто дает раздражающие эффекты, требует осторожности при применении. Хотя в чистом виде его тоже можно использовать как антиаллергический препарат. Антиоксидантные средства. У них немножко другая направленность. Они нужны все-таки для борьбы уже фактически с последствиями конъективита. В первую очередь с сухостью, эффектами раздражения глаза вроде бы на достаточно спокойном глазу. И наличием слезного дефицита, в первую очередь, дислипидного характера. Потому что они обладают хорошим эффектом по нормализации слезной секреции, а также дополнительным антифибротическим и небольшим противовоспалительным эффектом. Однако стоит отметить, что эмоксипин при стандартном применении 1% раствор сильно раздражает глаз. Лучше использовать в уменьшенной концентрации. Акуметил. Препарат, который сделан по принципу «все в одном». Антиоксидант, антисептик, сосудосуживающий и антигистаминный препарат. Идея довольно неплохая. Однако применение 4 препаратов в одном опять-таки дает дополнительно раздражающие эффекты. И, в первую очередь, мы его используем там, где надо убрать сильное покраснение и сильный отек слизистый. Также требует довольно большой осторожности при применении. В отношении кортикостероидов стоит отметить, что они характеризуются достаточно неприятными местными эффектами. А применительно к лечению кондуктивита возникает фактическая зависимость. То есть препарат используется все хорошо, мы его отменяем, ситуация возвращается к предыдущей. Довольно частое наблюдение примерно треть пациентов. Меры профилактики. Во-первых, не применять там, где без них можно обойтись. То есть, вот я еще разочек повторяю, базовая терапия – это все-таки антигистаминные препараты. Не используя длительный курс. Подстраховываться дополнительными антисептическими препаратами, антивирусными средствами, петелиопротекторами. Особую опасность представляет активация вируса Герпеса на фоне применения кортикостероидов. Можно использовать уменьшенные концентрации. То есть, можно уменьшать концентрацию как капательного раствора, можно разводить инъекционный препарат. Вариантов тут достаточно много. В общем-то, реально работающие концентрации, почти не вызывающие осложнение – это 0,03%. Обязательно плавная отмена в течение 7 дней, сокращая на одно закапывание. И можно при проблемах именно локализующихся на веках, грубый аллергический блефорит, аллергический драматит кожи века, наносить препарат именно на кожу века, не использовав капельное применение. Ну, хотелось бы просто еще разочек кратко остановиться на эффектах полудана. К сожалению, препарат, в общем-то, сейчас снят с производства, его купить уже стало достаточно сложно. Здесь в качестве такой модели мы использовали экспериментальную работу по его использованию для борьбы с эндотелиальной дистрофией. Видно, что он обладает эффектом, стимулирующим противовоспалительные цитокины и позволяет нам получить, как антивирусный эффект, который, собственно, позиционирует, так самое главное, антиапаптатический и антифибротический. Что нам нужно и при борьбе с заболеваниями конъюнктивы. В заключении хотелось бы сказать, что аллергические заболевания века при, казалось бы, простоте и относительной их, в кавычках, безобидности, характеризуются, в общем-то, иногда достаточно сложностью к течению формирования патогенетических цепочек из различных процессов и склонностью к провокации роговичных осложнений. Из доступных методов их диагностики стоит упомянуть метафлюрестирующих антител, которые позволяют, помимо непосредственного этиологического фактора, также оценить морфологические изменения в конъюнктивы. А терапия требует комплексного подхода, осторожности при выборе лекарственных средств и обязательно динамического мониторинга его эффективности. Благодарю за внимание.